Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила и вы на канале YETI 2.0. Сегодня мы поговорим про новый для меня формат ножей от отечественного ножевого бренда All Knife из Рязани, который называется, ну давайте так, условно его называем пивной филейник. Почему пивной филейник? Дело в том, что это не просто там филейник в обычном понимании, да, что у него нету там прям такой гибкости, вот чтобы он там изгибался, как нож для хамона, а это все-таки прежде всего нож. Плюс он еще и с V-образной заточкой, с прямым спуском, можно его точить на обычных любых заточных системах при наличии филейного зажима, да, потому что это все-таки такой специфичный тип заточки. Плюс у него есть отличные ножны, в которых его можно переносить. Я на поясе такие вещи не ношу, а вот так вот просто в сумку убрал и все. Поэтому обычно даже вот можно вот эту петлю снять, она здесь особо как бы ни к чему, лично мне. И самое главное, что он безумно легкий. Он очень легкий, и поэтому, если раньше мы собираемся куда-то там на выезд на пикничок, я такой думаю, о, я возьму какой-нибудь складень, так, чтобы вот клинок был соточка, чтобы можно было все им сделать, добраться все это. Еще лучше на шайбах, еще лучше фрейм, чтобы помыл, продул, проблем не было, чтобы еще не ржавел, все остальное. Когда есть вот вещь, которая весит как багаут на G10, грубо говоря. При этом клинка аж 130 миллиметров. Ссылочку на производитель я, безусловно, оставлю в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте поговорим о характеристиках. Этот кухонный универсал, он же филейник, укомплектован кайдексовыми ножнами на кожаной стропе. Весит весь комплект вместе 111 грамм. Если мы с вами будем говорить конкретно про сам филейничек, вот такой вот, то это 72 грамма. При 120 миллиметрах длины рукояти, 19 в самом толстом месте. Вот это у нас черная G10, вот это у нас микарта красная, такая вишневая. И вот этот, скажем, упор, вот этот больстер, он же гарда, давайте назовем это так, сделан из торцевого карбона. Сделано все очень красиво. Такое вот прям в стиле сов, с темлячным отверстием. Здесь вот такой коротенький хвостик. Все это дело хорошо склеено. Это очень надежная склейка. Уже много раз совы ее тестировали. И у меня на ножах вы уже видели тесты. И в чем отличительная особенность? Поскольку это филейник, то здесь прямые спуски. Точить это можно на обычной точилке, не заморачиваясь там с тем, как быть, с линзой и все остальное. 130 миллиметров длины, вы видите, F-130, сталь M-390. 125 из этих 130, это полезный. 1,8 в обухе, очень тоненький. При этом он такой вот, вполне, не прям такой, знаете, вот как нож для хамона, такой пластилиновый. Что он все-таки еще и как нож, он держит какую-то форму. M-390-61-62 с Крио, сведение равномерное 0,2 при 21 миллиметре в самом широком месте. Очень удобный нож, причем я его даже использую просто на кухне. Я им сырочек люблю резать, им удобно что-то почистить, потому что он не широкий. Ну и вот на самом деле на природе он может делать абсолютно все задачи. Понятно, что шинковать дома вам на доске будет удобнее каким-то шефам. Но вот в полевых условиях, на мой взгляд, это вот прям оптимальный размер. Так, ладно, давайте для понимания габаритов этого ножа сравним его с другими известными ножами. Понятное дело, что разборки сегодня не будет. Но если вам интересно, как нож устроен внутри, вы можете посмотреть видео, когда я ездил на All Party в Полушкино. И там был весь цикл производства ножа. Можно посмотреть, как внутри все выглядит, как это все дело склеивается. И эти рукоятки выдерживают все. Не надо думать, что они там развалятся, не выдержат еще что-то. Единственный самый страшный враг этих накладок – это посудомоечная машина. Нельзя их мыть в посудомоечной машине. Но это не попадает под гарантию от горячей воды, от химикатов. Они просто у вас развалятся. Вот эта вот накладка, что там, весь клей, он просто разойдется. При других любых условиях все держится отлично. Что я в нем такого классного для себя нашел? Потому что на самом деле для меня формат новый. Я никогда в жизни не думал, что мне такое понравится. Дело в том, что мы поехали как-то с друзьями на пикничок зимой. И вот как раз в этот момент я и прочувствовал весь кайф от этого ножа. Во-первых, он вот очень легкий. Во-вторых, за счет того, что здесь присутствует насечка, замерзшая рукой. Знаете, вот когда на ветру стоишь, и у тебя кожа такая становится сухая. И обычно все скользит еще сильнее. Здесь проблем нет за счет того, что здесь есть вот такое вот рифление. Я думаю, его видно, да, хорошо на свет. Плюс, есть возможность привязать шнурок. Я этого делать не стал, потому что, ну, как мне кажется, не очень гигиенично, если оно там будет пропитываться мясом, еще чем-то. Плюс, он очень острый, очень тоненько сведен. Его там буквально на мусате или на маленькой такой походной точилке поправил. И можно долго дальше работать. У меня версия в М390, мне не пришлось этого делать. Но я думаю, что если бы даже была у вас М690, проблем поправить тоже вот на раз. Что еще мне понравилось? Мне понравилось, что он по-настоящему универсален. Да, шинковать зелень, возможно, будет удобнее обычным шефом. Тут без вопросов. Но именно вот в походных таких условиях, когда у тебя один нож на все про все, и ты его там салфеткой вытерли, водичкой полил и потом протер, вот эта штука классная, потому что чистить картошку более узким ножом куда приятнее, чем широким. Это если говорить в сравнении с полевой кухней тех же самых сов или с их новым пчаком. Потому что они тоже имеют кайдексовые ножны, они такие переносятся легонечко, там все никаких проблем. То вот эта штука нам не нравится больше. 130, поменьше или там средний, ну в общем вы решаете каждый сам. 130 мне понравился тем, что его хватает реально на все, и на булку хлеба, и на кусок мяса, чтобы порезать шею вот эту здоровую на шашлык. И почему он называется вообще пивной? Потому что это вот когда надо вот эту там подвяленную рыбку где-нибудь там что-нибудь срезать, вот это вот, то вот милое дело. Я, к сожалению, пиво с рыбой не очень люблю вот такую вот вяленую. Но у Романа ловко получается все это дело показывать, как он это все дело делает. Я больше им пользуюсь даже дома сейчас, по кухне больше, наверное, чем универсалом в том же размере, который у меня недавно появился, такой оранжевенький, я вам его уже показывал. Не храню его на магните, храню его все-таки в ножнах, раз они у него уже есть. Поэтому на ближайшие выставки клинок, у кого будет возможность, приезжайте, зайдите к ребятам на стенд, попробуйте вообще все их ножи, как они себя ведут, как они режут, Роман вам еще раз покажет, как их править и все остальное. И уже потом примите решение. Если нет, то придется вам вот как-то по видео принимать. Я плотненько пересел с точки зрения вот этих бытовых кухонных ножей и вот таких вот на All Knife, потому что пока это лучшее, что я для себя нашел. Не говорю лучшее в мире, но лучшее, что я для себя нашел. Поэтому вот такое сегодня видео, надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо, пока!